Привет, мои хорошие! Сегодня я, Юлия Бенкендорф, ваш фудгид, расскажу про мир сельдерея. Мы поговорим про клубни, про стебель, как их выбирать, как их готовить и их сохранять. Я думаю, вам будет интересно. Мы начнем из корня сельдерея. Он у меня такой тяжелый, приблизительно где-то здесь килограмм. Мы его будем запекать на протяжении трех часов. Звучит страшно, но больше ничего не нужно, кроме того, как натереть корень солью, помазать оливковым маслом и поставить в духовку. Для того, чтобы поставить, я придумала себе вот такие вот формочки силиконовые. Вы можете взять любое кольцо или же просто запекать его на боку. Что дает такое длинное запекание? Во-первых, корень станет внутри очень мягким. Во-вторых, он будет нежный. И я бы сказала, что вокруг кожуры у нас произойдет некая карамелизация тех немногих сахаров, которые есть в корне. И будет очень вкусно. Этот рецепт я подсмотрела у одного известного лондонского повара. Мне кажется, он собрал вот все самое-самое важное. То, что очень-очень легко можно забросить в духовку, подождать, можно даже уйти на работу и наслаждаться потом вкусняшкой в виде закуски или гарнира. Для этого надо смазать оливковым маслом. Обязательно оно должно быть хорошим оливковым маслом. То есть, берите extra virgin. И посолить лучше мелкой солью, потому что крупная будет отпадать. Я сразу вам советую делать таких два корня, потому что духовка все равно работает три часа. А сохраняется такой запеченный сельдерей, наверное, на протяжении пяти дней спокойно может жить в холодильнике. Вы его достанете и можете использовать даже для супа-пюре. Можно перебить, да, потом можно добавлять в салаты. Вообще я их назвала драконьими яйцами. Они потемнеют, будут очень красивые, нежные, ароматные. Вот и все. Уносим это в духовку, прогретую на 180-190 градусов. Запекаем на протяжении трех часов, как я уже сказала. Но в это время вы, конечно, можете отдыхать, а я покажу вам еще несколько блюд с сельдереем. Включаем плиту, сейчас максимально, чтобы прогреть водичку, и будем варить картофель. Это очень-очень вкусное будет картофельное пюре. Чтобы картофель быстрее сварился, надо его разрезать на такие вот половиночки, но не сильно мелкие кубики делайте, потому что иначе выйдет весь крахмал, и картофельное пюре не будет ароматным и вкусным. Я картошку заливаю кипятком, чтобы не ждать время, пока вода закипит, и всего нам понадобится где-то 15 минут. Но это не просто картофельное пюре, как я уже сказала, у нас сегодня главным гостем на столе или мы у него в гостях, это сельдерей. Мы будем использовать для этого пюре вот этот вкусный, свежий, зеленый, ароматный. Посмотрите, какой он красивый, хрустящий. Сельдерей. Очень важно знать о том, что при выборе сельдерея в магазине вам не обязательно покупать весь пучок. Вы можете взять, отломать одну-две штучки и взвесить отдельно, так как обычно это развесной товар. Да, не все знают об этом, а многие даже не знают еще о том, как нужно правильно чистить. И вчера я специально обратила внимание на сельдерей, который продают уже в упаковках, как бы в палочках, да, чтобы ты мог взять снэк с собой, и он был нечищенный. Ребята, это очень-очень плохо. Важно сельдерей очистить от вот этих вот волокон. Для этого мне поможет, мне нужен нож. Видите, какие волосики? Это все попадает нам в зубы. Это все, почему вместе с этими палочками, которые я вчера видела в магазине, мне кажется, честно зубочистки сразу оставлять. Надо с двух сторон вот так вот красиво максимально очистить, и тогда сельдерей становится очень нежным и приятным. Когда сельдерей подсушивается, то есть уже не такой вот самый свежий, как у меня, он все равно съедобный. Его можно очистить, залить водичкой, он как морковка будет насыщаться водичкой и станет опять хрустящим. Самые полезные считаются смузи и соки и фреши для похудения именно с сельдереем, так как он имеет детокс свойства и отрицательный колораж. Что это значит? Это что мы намного больше энергии тратим, чтобы переварить сельдерей, чем мы получаем от него. Отсюда это очень-очень большая польза. Если вам жалко выбрасывать вот эти вещи, у меня-то курочки живут. Я их накормлю, они будут очень рады. Если вам жалко их выбрасывать, их можно сохранить. Понятно, что без волосиков, то есть вот так вот обрезать и заморозить для овощного бульона вполне. Кстати, про хранение. Советую вам хранить сельдерей так же, как и морковку в неком пакете или в судочке, то есть чтобы они вот так вот смотрите, видите, как прекрасно, то есть можно взять и бросить это все, вымыть чуть лучше и бросить это все в суп. Для того, чтобы заморозить сельдерей на бульон, понятно, чистить его не нужно. Кстати, вот эти вот вещи, если мы отломаем, нам еще понадобится стебелечки много или мы их просто съедим. Вот смотрите, остаются вот такие вот вещи. Обычно тоже их люди выбрасывают, потому что как только сельдерей становится белым, он теряет свою сладость, теряет свой вкус и, соответственно, выбирая в магазине следите за тем, что чем более такой зеленый, салатовый у вас будет стебель, тем он будет вкуснее и сочнее. Несмотря на то, что картошка наша варится долго, мы можем также заранее нарезать сельдерей. Я измельчаю сельдерей такими вот маленькими кубиками, которые мы вот в сыром виде прям сразу добавим к картошке. Я смотрю, уже картошечка закипела, можно приоткрыть чуть-чуть крышечку и уменьшить огонь. Пока корень сельдерея у нас запекается, готовится картофель для вкуснейшего пюре с сельдереем, мы приготовим еще и салат. Не будем терять время зря. Для этого нам нужен стебель с сельдереем, так вот мы отрезаем эту красоту, оставим на бульон. У меня вот такое вот мясо, это куриное филе. Кстати, рецепт его тоже вы можете увидеть, я оставлю ссылочку в описании. Для салата я перерезаю сельдерей вот так вот поперек волокон. Как вы понимаете, они становятся короткими и не застреют в зубах. Ну, вы также можете использовать и очищенный сельдерей, не проблема. Нам понадобится практически в равных количествах сельдерей. Для салата нам также понадобятся яблоки, лучше выбирать, если есть возможность, зеленые, кисло-сладкие. Красные яблоки, они сильно сладкие для этого салата и не очень красиво сочетаются по цвету, я бы не советовала их брать. Значит, мы в равных пропорциях будем использовать стебель сельдерея свежий. Такое вот зеленое яблочко. Нарезаем кубиками или там дольками, как вам угодно, как вам красиво, как вам нравится. Если вы хотите украсить, оставьте дольки. А вам нравится зелень, мои хорошие, вот такая вот. Мне кажется, чем больше зелени, тем ярче стол. Как вы уже поняли, я очень люблю зелень, очень люблю зеленый цвет на кухне, на столе. Это всегда про свежесть, про весну, да, и поэтому я и написала книгу про травы. Это не просто книга с рецептами, это книга, которая имеет еще и видео рецепты, где вы сможете увидеть техники, как правильно переворачивать, заворачивать, нарезать и тому подобное. Она очень полезная. Ссылку на покупку найдете в описании. У нас осталось нарезать только вот этот кусочек, мне кажется, уже лишний. Про мясо. Его можно нарвать кусками или нарезать поперек волокон, такими вот длинными, я сейчас покажу, длинными слайсами. Смотрите, какое оно сочное получилось. Оставим слайсы для декора. Вовнутрь я хочу нарезать все-таки маленькие кубики. Не бойтесь, ну, во-первых, у нас очень сочное филе, но даже если у вас вдруг мясо чуть более сухое, не переживайте. Заправка к салату и сочные яблоко с сельдереем сделают свое дело и сделают это мясо достаточно мягким и вкусным. Беру большую миску и отправляю все туда вот так. Прекрасно. Мне кажется, нету человека, который не знает о том, что яблоки, особенно зеленые, быстро темнеют, поэтому и салат этот сразу надо заправлять. Если сельдерея и мясо можно нарезать заранее, то яблоки в последнюю минуту. У меня здесь натуральный йогурт, это 100 миллилитров, может чуть больше, не страшно, это не майонез. Белый перец. Не хочу, чтобы было видно черный, можно также использовать и черный, но я очень люблю белый. Если вы любите кислинку, можете добавить лимонный сок, но у меня здесь достаточно кисленькие яблочки. Я не буду этого делать. Добавляем орехи. По классике жанра идут грецкие орехи в этот салат. Но я хочу сегодня чуть-чуть вас удивить и себя побаловать. И я хочу добавить вот такие зеленые отробленые фисташки. Они тоже красивые. Сырые или жареные орехи, это зависит от вашего вкуса и от того, насколько у вас есть времени. И если у есть желание, а у меня есть такое желание, я люблю еще чуть-чуть присыпать сухим чесноком. Это придаст салату немножко пикантности и за что я люблю сухой чеснок, что он не пахнет потом во рту, так как сырой чеснок. Вот и все. Осталось порвать листья салата. Листья айсберга, но вы можете также использовать абсолютно любые миксы, какие у вас есть под рукой. Это для того, чтобы облегчить этот салат с одной стороны, а с другой стороны, чтобы уже насытиться. То есть такой салат для меня это уже почти как основное блюдо иногда может быть в обед. Я не люблю резать айсберг. Вы смотрите, у меня достаточно большая такая головка. Если мы разрежем, то он не будет хорошо сохраняться в холодильнике. То есть он начнет темнеть, как вот здесь, в месте среза. Сказали, что презентация должна быть особенная. Мы будем использовать кольцо, хотя ничего особенного я в этом уже не вижу. Это уже много-много лет используется на телевидении и дома. Я помню, как мы начинали вырезать из консервных банок, из-под ананасов или еще чего-то, чтобы имитировать такое кольцо. Сейчас они есть в продаже, даже в переходах на рынках продаются и можно их легко купить. Салат готов и картошка тоже уже сварилась. Уже даже разварилась, но ничего страшного. Это зависит от сорта. В среднем это, напоминаю, 15 минут. Если вы не знаете, как управлять своим временем, всегда знайте, за 15 минут картошка будет готова. Все бы ничего, только я забыла посолить картофель, но это не страшно. Недосол всегда можно исправить. Солим ее сейчас, потом попробуем еще на вкус и добавляем сырой стебель сельдерея вот такими кубиками, обязательно очищенный уже от волокон. Чуть-чуть сначала. Добавляем оливковое масло. Достаточно много. Не бойтесь, сейчас мы, когда начнем уже жмякать картошку, сельдерей пустит сок. И в этом и есть секрет. Он даст нам эту влагу дополнительную, которую обычно мы восполняем сливками или сливочным маслом или молочком. Смотрите, какое нежное пюре получилось. Вообще, как будто бы со сливками или на молоке. Это все за счет сельдерея, который пустил свой сок. Вот что касается картошки пюре, то здесь я очень люблю кольцо подачи. И можно украсить еще кубиками сельдерея. Итак, стебель сельдерея у нас уже отыграл в салате с курицей. Вкуснейшим картофельным пюре с оливковым маслом. Пока мы ждем запекания корня сельдерея целиком, я напомню, это три часа, я предлагаю еще пожарить этот вкусный овощ. Маленький лайфхак от меня, чтобы на столешнице не ездила деревянная доска. Просто намочили салфеточку и будем нарезать сельдерей. Ну, он очень похож на картошку. Очень, но более ароматный. Для зажарки подойдет сельдерей, который светлый внутри. Видите, я его начала очищать. Вот такие части лучше удалять, потому что они уже будут более интенсивными, такими достаточно острыми, даже я бы сказала, по вкусу. Все, что нужно, это нарезать сельдерей кубиками. Маленькими достаточно для обжарки побыстрее. На максимальном огне разогреваем сковородку. Эти остатки нам уже не влезут в сковородку, поэтому их оставим для бульона. Между прочим, овощной бульон можете тоже подсмотреть в книге или на видео в ютубе. Ссылка будет у меня под этим видео. Водичка шипит, делаем тест водой. Водичка шипит, но еще не катаются. У нас шарики, можно чуть-чуть подождать. Очень важно сельдерей жарить почти сразу же после нарезки корень сельдерея, потому что он может потемнеть. Почему я люблю и уважаю корень сельдерея? Потому что он доступный круглый год, он прекрасно хранится в кладовках, как картошка. Цена его достаточно низкая, а питательность и польза очень-очень высокая. Оливковое масло нужно налить так, чтобы полностью все дно было покрыто, но не толстым высоким слоем, чтобы сельдерей не был жирным. Но обязательно надо покрыть и, если вы готовите маленькую порцию, возьмите тогда сковородку поменьше. У меня порция большая. Засыпаем сухой сельдерей с сухими руками в горячее масло. Сразу же важно перемешать весь сельдерей, чтобы он был смазан маслом со всех сторон. И будем ждать первых корочек, потом будем перемешивать, а тем временем мы займемся салатом. Специи никаких не добавляем, потому что мы жарим на большом огне, достаточно, и они начнут гореть, если это сухие травы какие-то. Лучше добавлять специи в конце, особенно соль, потому что это повлияет на текстуру сельдерей. Выберите, если есть такая возможность, сельдерей побольше, повыше, чтобы легче было с ним работать, а именно как, я вам покажу сейчас. Значит, мы очищаем овощечисткой, можно это сделать, можно сделать ножом, но раз мы уже взяли ее в руки, сделаем это как-то так. Экономненько. Можно натереть сельдерей на обычной терке, но я предпочитаю вот такую овощечистку. Обратите внимание, у нее есть такие специальные зубчики, которые, я называю их по типу, как подморковку по-корейски. Придерживаем сельдерей и начинаем делать такие слайсы. Это было мое спасение, самый лучший помощник, когда я увидела такой гаджет. Продавался он просто на рынке. Я, конечно, когда с ним познакомилась, я была удивлена, потому что я очень люблю готовить овощи вока, они требуют вот такой же тоненькой соломки. Это был какой-то ужас и мучение нарезать, даже для меня, которая любит кухню, нарезать вот эту соломку. Мы подбираемся потихоньку вот так вот с разных сторон. Смотрите, какая она красивая, тоненькая выходит. Кстати, именно от нарезки зависит вкусовое впечатление по текстуре. Мы можем по-разному поиграть с сельдереем, также и с морковкой, например. Чем тоньше они нарезаны, тем они нежнее. Нам понадобится приблизительно 200 грамм такой стружки. Нам важно посолить эту стружку, этот наш измельченный сельдерей, чтобы он чуть-чуть пустил сок. Лучше для этого подойдет мелкая соль. Смотрите, не пересолите, всего нам нужно буквально 1 четвертая чайной ложки соли. Чуть-чуть примну. Я надеюсь, вы видите пользу в моих видео и готовы будете смотреть еще меня больше и больше, чтобы не пропустить разные интересные лайфхаки, разные советы и вкусные новые рецепты, которые я собирала по всему миру. Я советую вам подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи и новые рецепты. У нас появляется еще колбаса и майонез. Это не просто майонез, это майонез Хелманс. Он отличается своим вкусом тем, что у него очень много яичных желтков. Он очень нежный, он не кислый. В своих поисках, почему Хелманс отличается от классического майонеза, который у нас встречается по типу провансаля, я сделала очень много экспериментов и знаю, как можно приготовить его дома. Если вам интересно, оставляйте комментарий, и мы обязательно отснимем мой рецепт по типу Хелманса для вас. Не забываем, конечно, периодически помешивать сельдерей. Да, он требует какое-то время. Не только корочка у нас должна появиться, но и нежная текстура внутри. И нарезаем колбаску мелкими-мелкими кубиками. Это некое дополнение и как приправа работает здесь. Ой, посмотрите, посмотрите, какой он стал нежный. Сельдерей упал, он пустил сок. Именно благодаря этому соку, естественному соку сельдерея, водичке, которая была, нам понадобится всего совсем чуточку майонеза, где-то пол столовой ложки. Или одна чайная ложка. Больше не надо. Это не будет очень жирный салат. Все, этого достаточно. Он даст вкус, жир вместо оливкового масла. Ну и, конечно, можете использовать и оливковое масло, если вы сильно на диетах, но я нет. И вот у нас идет колбаска. И для пикантности я добавлю еще щепотку сухого чеснока. Можно также заменить свежим чесноком, где-то один зубчик, может даже меньше по вкусу. И обязательно перец. У меня белый, можете брать черный, молотый. Все перемешиваем. И сразу же можно употреблять. Благодаря тому, что у нас соль была, напомню, мелкая, у нас сельдерей стал мягким сразу. Это нереально вкусная текстура. Может, кому-то этот салат внешне напомнит оливье, но по вкусу он больше напоминает салат Днестр. С капустой, которая идет и с копченостями. Да, кстати, можете добавлять или копченостей, даже поджаренный бекон играет очень-очень классно. Я сейчас поделюсь с вами одним лайфхаком. Вы наверняка видели на многих красивых фотографиях подачу на пергаменте. Но если это сделать в домашних условиях, это выглядит приблизительно вот так. И достаточно скучно, и как бы непонятно, откуда вообще взялась эта бумажка. На фотографиях профессиональных это же выглядит очень душевно, благодаря тому, что они просто ее мнут. Надо ее хорошенько вот так вот пожмякать и развернуть. Надо быстро не забывать помешивать. Все, уже все готово. Смотрите, какой красивый у нас зажаристый сельдерей. Дети вообще не догадаются, что это не картошка. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Я прям чувствую себя к Халисе, матерью драконов. И сейчас мы будем их поедать. На готовность проверяем сельдерей при помощи ножа. Смотрите, он легко проходит, а значит он уже весь полностью мягкий внутри. И так разрезаем. Это фантастически красиво. Вы посмотрите. У нас получилась такая толстая корочка. Похожа на картошку, когда мы запекаем ее в огне, в костре, в гуглях. Поэтому и нужно томить этот сельдерей так долго. Кусочками. Можно также делать пюре. Например, добавлять в суп пюре вместо картошки. Это прекрасный гарнир к рыбе или к мясу. Слегка похоже на ананас, но нет, это сельдерей. И мы его сегодня будем подавать с оливковым маслом. Так вот, несколько капель прям на горячее в последнюю минуту. Чуть-чуть соли. Можно мелкой, можно крупной, как вы хотите. И обязательно немножко кислоты. Это будет лимонный сок. Пару капель. Можно также добавлять йогурт, если вы хотите, или сметану. Или же можно посыпать сыром, отправить на несколько минут дополнительно в духовку, пока она горячая. И получить закуску из сельдерея. Корень сельдерея в жареном или в печеном виде – это прекрасная альтернатива картошке. Потому что у него гликемический индекс намного ниже, и он не имеет столько крахмала, как картофель. А значит, от него не поправляются. В моей морозильной камере всегда можно найти кусочки, остатки. Или же я специально покупаю в сезон много сельдерея, или сельдерей, который я вырастила у себя на грядке. И замораживаю его. Использую для приготовления овощных бульонов, а также для тушения мяса. Все эти рецепты можно увидеть по ссылке в описании этого видео. А также детальнее узнать, сколько, чего и куда надо в книге «Магия трав». Обязательно купите ее. Последние штрихи – это, конечно же, зелень на салате. У меня это микрогрин, я его очень люблю. И мы чуть не забыли про декор. А на самом деле так и надо его делать в последнюю минуту, потому что курица очень быстро обветривается. Декор для нашего салата. Еще несколько. Вот так быстро и легко из прекрасного продукта сельдерея мы приготовили сегодня горячие закуски, холодные салаты, запекали, жарили, варили, томили. Это все было для вас, от меня. Я буду благодарна вам за любую поддержку, особенно если вы подпишетесь на канал, для того, чтобы не пропускать самые интересные видео. А также обещаю отвечать лично на комментарии, которые вы будете оставлять, если у вас все-таки остались вопросы по поводу сельдерея или других любимых ваших продуктов, также неизвестных. Будем вместе готовить прямо здесь. Сельдерейного вам настроения, мои хорошие!